Губернатор Кубани примет участие в подготовке заседания Госсовета при президенте. Вениамин Кондратьев возглавил рабочую группу президиума. Легенды советского спорта завершают визит в Сочи. Чемпионы прошлых лет отправятся поддержать нашу сборную в Рио. Кадры курорту в Сочи прошла ярмарка вакансий для соискателей в санаторно-курортной сфере. Кольцо, слон, авторские бокалы и вековые традиции. Ювелирные изделия со всей России представлены в Сочи. Образовательный центр «Сириус» должен стать базовой площадкой для создания подобных учреждений в регионах России. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин, осматривая центр в Сочи. Там он пообщался с одаренными школьниками со всей страны. Вместе с главой государства учебный объект оценил и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На первом этаже здания бывшего медиа-центра, которое теперь передали «Сириусу», расположены научные и творческие лаборатории для занятий одаренных детей. Накануне они делились с президентом своими проектами и разработками. Все ребята – победители профильных олимпиад. Со школьниками работают именитые ученые, тренеры, народные артисты. Но здесь педагоги делают ставку не на разовые, пусть и сложные задачи, а именно на проектную работу. Образовательный центр был открыт по инициативе президента в прошлом году. За год обучения здесь прошли 7 тысяч одаренных школьников. Каждый месяц со всей России сюда приезжают по 600 ребят. Губернатор Краснодарского края примет участие в подготовке заседания госсовета при президенте. Вениамин Кондратьев возглавил рабочую группу президиума. Сегодня ее участники в Москве провели первое совещание и наметили концепцию доклада главы государства. Его темой будет повышение эффективности использования госимущества. У нас имущество делится на 2 или 3 группы. Имущество, от которого дохода никогда не будет и нету по его технологическому использованию. Или то имущество, которое может давать доход. Если имущество дает доход, кому оно нужнее? Федеральному центру или субъекту Российской Федерации? И вот эта тема сложная и мы понимаем, что выносить ее на госсовет надо. Рабочую группу госсовета предложено возглавить главе администрации Краснодарского края Кондратьеву Вениамину Ивановичу. Я хочу поблагодарить за то, что он за это дело взялся. Государство должно не только обеспечить сохранность имущества, которое находится в госсобственности, но и обеспечить в первую очередь его эффективное использование, этого имущества. И это имущество должно приносить, пусть хотя бы не максимальную прибыль, но прибыль. А сегодня в лучшем случае, что делает государство, это сохраняет имущество в госсобственности. Самый главный вопрос, какое имущество считать, на мой взгляд, государственным и какое имущество на самом деле необходимо для выполнения государственных полномочий, функций самого государства. Мы на примере Краснодарского края видим достаточно много имущества, в том числе и детские сады брошенные, и даже лагеря пионерские еще в советское время брошенные, и у Местительства обороны тоже много территорий, которые просто огорожены, и я не знаю, какие там цели. Конечно, мы не специалисты, но вряд ли можно оценить, относится ли они к обороне или нет. Поэтому я считаю, что попытаться подойти к критерию, что относится и что является относливым, а что является просто как бы непрофильным, как принято говорить. По мнению губернатора Кубани, земельные и имущественные потенциалы государства сегодня реализуются не так эффективно, как могли бы. Причиной тому некоторые несовершенства законодательства. Так, например, на федеральном уровне до сих пор не принят общий для регионов закон о казне и не установлены ограничения по нахождению в ней госимущества. Кроме того, в повестку Госсовета Вениамин Кондратьев предложил включить вопрос предоставления земли фермерам без торгов. Мы рассматриваем фермеров как, в принципе, очень реальную экономическую силу для нашего региона, и поэтому возможность предоставления фермерам земли без торгов для нас очень актуальна. Они не могут просто не участвовать ни в каких торгах, потому что корпорация тут же слизывает землю автоматически, можно сказать. Поэтому можно в законе прописать или выйти с статьей, чтобы предусмотреть сколько, в крайнем случае 50 гектаров, 100 гектаров, 300 гектаров, но право у фермеров получать землю без торгов должно быть. То есть это есть своего рода социальная ответственность государства перед селянином. Очень важно еще, чтобы подчеркиваю, для меня, как губернатора, защитить, понятно, краевых наших кубанских фермеров с тем, чтобы у них право получения земли без торгов все-таки появилось. Заседание Госсовета по вопросам госимущества планируют провести осенью до этого. Назначено еще несколько встреч участников рабочей группы, на которых будут дорабатывать основные вопросы и задачи заседания. Инга Габеша, телекомпания ФКТ. Ограничить въезд автомобилей на пляжи. Такое предложение озвучил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии. За последние два месяца это третье заседание антитеррористической комиссии. Ситуация в мире заставляет быть более бдительными. Недавние события в Ницце доказывают это. Террорист на грузовике задавил отдыхающих на набережной. Тогда погибли больше 80 человек. Эксперты признают, во Франции принимали стандартные меры безопасности. Но их оказалось недостаточно. Для тех, кто вынашивает эти планы, они тоже их анализируют и понимают, где у нас тонкие места. Поэтому давайте сегодня еще раз переосмыслим и подумаем, как сегодня мы можем, исходя уже из последних терактов, противостоять вот этим оголделым фанатикам. Террориста-одиночку поймать очень сложно, зафиксировать сложно, вычислить сложно. Коллеги, у нас нет другого способа, как просто механически от него защищаться. Мы должны действовать нестандартно, исходя из их нестандартных атак и нестандартных действий. Чтобы не допустить подобных трагедий, как в Ницце, губернатор поручил главам районов и городов ограничить проезд автомобилей к набережным. Попасть туда сейчас без проблем может практически любой. Предлагается оставить только въезд и выезд для экстренных служб и тех, кто доставляет товары в магазины и кафе, расположенные на набережных. Также необходимо усилить охрану самой территории. Давайте механическим путем просто закроем подъезды к нашим пляжам. И главы курортных городов, давайте делать санкционированный один въезд и выезд в зону набережную. Мы будем четко понимать, кто въезжает на пляж сегодня. Набережная, пляж только для отдыхающих, только для пешего прохода. Любое продвижение на легковых автомобилях, и это касается здесь и Геленджика, в том числе и Анапы, любое продвижение на легковых автомобилях по набережной, значит, давайте запрещать. А если разрешаете, значит, усиливайте меры контроля и зону ответственности глав муниципальных образований, если разрешили проезд по набережным. Вениамин Кондратьев предложил усилить контроль и за парковками в радиусе 100 метров от массового скопления людей. В Краевом управлении МВД такой шаг считают оправданным. Помочь людям должна единая система цифрового мониторинга. То, что разрозненные камеры видеонаблюдения без общего механизма контроля за ними не всегда эффективны, доказал случай в Сочи. На железнодорожной станции мужчина напал на школьницу, изнасиловал и убил ее. Преступление попало в объективы, но моментальной реакции на это не последовало. Было поручение правительства России необходимо активизировать работу по объединению всех комплексов оповещения, видеонаблюдения и мониторинга в одну систему. Сегодня это не то, что очень удобно. Мы сейчас уже об удобстве не говорим. Это сегодня необходимо. При наличии разных абсолютно систем возможно вот эта интеграция объединения в один? Интеграция этих систем, она возможна. И до конца года этот оператор, эта система, она планируется выбрана. А дальше мы упираемся в вопрос хранения этих данных и создания именно центра обработки данных. Сколько вам необходимо, чтобы четко дать алгоритм, что нужно для того сделать, чтобы, о чем я и сказал, что вот все, там, объединить все комплексы оповещения, видеонаблюдения, все в одну систему. Сколько необходимо времени? Для того, чтобы разработать алгоритм, я думаю, вместе с коллегами силовых ведомств мы в течение месяца эту работу завершим. На заседание антитеррористической комиссии подняли еще одну острую, особенно для туристического сезона, тему движения по трассам большегрузного транспорта. Сейчас при температуре больше 32 градусов запрет действует на крупногабаритные машины, превышающие норму по нагрузке для дорог. Губернатор поддержал предложение прокурора края ограничить езду на трассах и для обычных грузовиков, которые меньше по массе, но также разбивают летом дороги и затрудняют движение. 38 градусов, 35 градусов температура по дорогам края движутся большегрузные машины. Считаю целесообразным ввести временное ограничение или прекратить движение грузового транспорта на выходные и праздничные дни в летний период. Это даст благоприятную возможность, в том числе жителям края. Они работают все эти пять дней, а выехать уже на море они не имеют возможности, потому что они будут стоять в пробках. Уже после совещания Краевой Минтранс начал готовить поправки в имеющееся постановление. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Одним долгостроем меньше. В Краснодаре сдали в эксплуатацию многоэтажный дом на улице Димитрово. Ранее эта стройка была приостановлена из-за банкротства застройщика. Ключи от квартир дольщики, а их около тысячи, ждали в общей сложности шесть лет. Мы долго ждали, долго ходили, долгие годы мучений, годы причем, ни один, ни два, ни три, много лет. Наша группа пошла к губернатору, губернатор обратил на это внимание, большое ему спасибо. Подключились все, и губернатор, и глава города, все дали добро, в общем, приложили они тоже много усилий. В 2016-м проблемный объект взяли на контроль губернатор и прокуратура края. Каждый проблемный дом обманутых дольщиков, дом, по которому нарушен срок сдачи в эксплуатацию, находится под личным контролем губернатора Краснодарского края. Сдача конкретного дома была выполнена в срок, поставленный губернатором. Более 300 семей обрели свое новое комфортное долгожданное жилье. В результате принятых мер, совещание, которое в феврале состоялось под руководством губернатора Ивановича Кондратьева, мы, в принципе, с того периода ведем активную работу с привлечением инвесторов. Это строительная компания АСК, которая в трудных условиях, но выполнила свои обязательства. Управляющей компанией, которая будет заниматься обслуживанием многоэтажки, сегодня вручили символический ключ. В ближайшее время дольщики смогут въехать в свои квартиры и праздновать новоселье. 40-летний местный житель на мотоцикле Харли Дэвидсон, несмотря на обозначенный пешеходный переход, не уступил дорогу и наехал на пешехода, 28-летнюю беременную женщину. Пешеходу была оказана первая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Кадры курорту. Сегодня в центре занятости Сочи работала ярмарка вакансий для соискателей работы в санаторно-курортной сфере. Трудоустройство соискателям предлагали представители местных здравниц и гостиниц. Кадры курорту 29-е по счету ярмарка вакансий с начала года. За это время работу благодаря подобным, кстати, ежемесячным мероприятиям нашли как сами сочинцы, так и иногородние соискатели. В целом в базе данных центра занятости еще порядка 5000 вакансий на 900 официально зарегистрированных безработных. В целом уровень безработицы на сегодняшний день составляет 0,3%. Сегодня же центр занятости организовал ярмарку тематическую. Работа для тех людей, которые ищут на данный момент себе работу от горничных, рабочих зеленого хозяйства, менеджеров. С начала года наш центр занятости уже посетила порядка 6000 граждан. Нашли работу благодаря нашим специалистам 3000 людей. Нетрудоустроенные граждане с помощью ярмарок вакансий рассчитывают обрести официальную работу с белым окладом. Как известно, сотни работодателей сегодня трудятся в условиях серой схемы трудовых отношений, тем самым лишая работников будущих пенсий. В случае с деятельностью в теневом секторе ведется активная борьба. Сегодня же в числе прочих официальную занятость на ярмарке вакансий кадры курортов предлагал и санаторий «Магадан». Нам нужны повара, нам нужны кухонные рабочие, нам нужен главный бухгалтер, нам нужен главный инженер. Центр занятости нам в этом очень здорово помогает. Люди, которые отсюда приходят, они получают то, что куда не шли. И соответствующие все социальные блага, все пенсионные отчисления, то есть это все идет у нас прозрачно. Скорее всего, на вакансию повара в этом санатории будет претендовать и Евпаторийка Валентина Мунькина. Переехав в любимый Сочи на постоянное место жительства, пенсионерка планирует подрабатывать. Я 16 лет прожила в Испании, возвращаясь на блудная дочь, на родную землю. Поэтому я уже испанцам всем говорю, Испания никак в Сочи догнать не может. А работу я обязательно найду, я даже в этом и не сомневаюсь. Я как трудоголик, просто дома сидеть не могу, энергии еще очень много, еще фуру там всем молодым. И если я устроюсь где-то еще и в столовой буду вкусное блюдо готовить, наверное, будет тоже хорошо. На каждой ярмарке вакансий сотрудники центра занятости консультируются искатели и по программам профобучения. А следующая крупная ярмарка вакансий – «Планета ресурсов». Запланирована она на сентябрь и посвящена будет подросткам, желающим подзаработать. Сегодня в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России» в администрации города состоялась встреча с делегацией чемпионов и призеров Олимпийских игр старшего поколения. Уже третий год известные атлеты проводят подобные мероприятия с целью развития спорта, а также пропаганды здорового образа жизни. Чемпионы уже посетили крупные детские лагеря «Орленок и Смена», где отдыхают тысячи детей со всей России. Очень хорошо подготовленные дети, именно в Сочи мы были, и в сельской местности, они горят желанием, глаза у них горят, очень рады. Тем более, что у них все олимпийские чемпионы – это были наставники в командах. Вот они стоят, и эти переживают, эти им подсказывают. И вот такое общение как бы сближает, они уже как семья, как родственники становятся. В Сочи делегация олимпийских чемпионов посетила ряд спортивных мероприятий. Побывали на городском турнире по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Поучаствовали в городских сельских спортивных играх. И даже приняли нормативы комплекса ГТО у детей и подростков Адлерского района. Развиваемся по нескольким направлениям. Направление как детско-юношеский спорт, его развитие, его укрепление, его позиции. Но также мы развиваемся и в профессиональном спорте. Мы видим, что город Сочи с каждым годом, он становится более и более, с точкой центра, наверное, притяжения крупных спортивно-массовых мероприятий. В течение шести дней у сочинских детей была возможность принять участие в благотворительной программе под руководством олимпийских чемпионов. Соревнования проводили прославленные спортсмены. Наталья Боярская, Елена Рузина, Тамара Быкова. После завершения марафона по России делегация поедет на летнюю олимпиаду в Рио, в которой, как мы все надеемся, примет участие и российская сборная. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. И сегодня легенды советского спорта завершают визит в Сочи, где они встречались с воспитанниками детских лагерей дневного пребывания. Делегация олимпийцев России приняла участие в спортивном празднике, который состоялся на площадке по улице Донской. А таких спортивных и игровых площадок на курорте 145. Вот, например, на территории третьего лицея в Хосте развернут целый игровой спортивный городок. Днем здесь лагеря дневного пребывания, но детские площадки открыты в вечернее время с 5 до 8 часов. Рисуем, играем, мозаику собираем. Очень мы довольны, потому что днем их и кормят, во-первых. Питание очень хорошее, нас полностью устраивает. А вечером мы дома уже отдохнули после лагеря. Приходим вечером сюда. Ребенок тоже занят прекрасно, и с педагогами. Нам очень нравится. Посещают площадки не только дети, которые учатся в третьем лицее. Приходить могут все, кто живет вблизи. Все лето с ребятами занимаются педагоги. Конечно, для родителей, которые днем на работе, помощь учителей на каникулах – большое дело. Также нужно отметить, что помимо вечерней спортивной площадки у нас проводится очень много дневных мероприятий с детьми. Вот в настоящее время в школе функционирует до 21 числа дневной лагерь. Также ЛТО. У нас проводятся тематические дневные площадки. Это лесничество, это библиотечный клуб, та же робототехника, занимательный английский язык. То есть мы не уходим в отпуск. В отпуск наши преподаватели уходят по гибкому графику. Ежедневно площадки города посещают более 3,5 тысяч детей и подростков. Проект площадки нашего двора в Сочи – это пример эффективного сотрудничества между городскими властями, общественностью, депутатами-единороссами, которые в этом году стали шефами. Сочинским летом взрослым тоже интересно проводить свободное время вместе со своими детьми в компании аниматоров и инструкторов по физической культуре. Образовалась даже школьная футбольная команда, которая готова выступать уже за пределами школы. А тем временем в нашем регионе продолжает действовать детский закон. Об этом аниматоры и педагоги также напоминают юным сочинцам. До 7 лет ребята не должны находиться на улице или во дворе без присмотра взрослых. Подростки до 16 лет могут гулять без сопровождения до 9 вечера. 10 часов – это крайнее время для ребят до 18 лет. Ведь лето должно быть не только интересным, но и безопасным. Елена Всецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания, ФКТ. Ну и к слову, в Сочи завершился городской этап всекубанского турнира по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Золотыми призерами в средней и старшей возрастной группах стали команды детско-юношеского физкультурно-оздоровительного центра города Сочи. Всего участия в турнире приняли 16 команд. Это победители районных соревнований. Поддержать юных спортсменов приехали более 100 болельщиков. В финале ребята жестко боролись за право называться сильнейшей в домашнем турнире. Победители городского этапа отправятся в Белореченск защищать честь города на зональных соревнованиях. Сочи участвует в турнире в десятый раз. И к другим новостям. Ювелирные изделия из всех регионов России представлены в Сочи. Компания «Соудсочинские выставки» проводит на курорте международную выставку «Интерювелир». Увидеть неординарные дизайнерские решения, а также наладить деловые контакты, сочинцы и гости курорта смогут с 20 по 25 июля в отеле «Жемчужина». «Интерювелир» – самая крупная выставка в Южном регионе. Она собирает лучших производителей украшений из золота, серебра и других драгоценных камней. Изысканные и уникальные изделия в этом году представляют более 150 компаний-производителей со всей России, в числе которых продолжатели исконных народных традиций в ювелирном деле – Кубачинский, Златоустовский и Якутский мастера. Наши участники ждут вас и готовят вам акции, скидки, специальные предложения, приятные сюрпризы. На нашей выставке вы сможете увидеть и приобрести самые эксклюзивные товары, самые красивые и самые качественные, на любой вкус и на любой кошелек. На выставке представлена вся роскошь ювелирного искусства – от блистательных украшений до эксклюзивных подарочных наборов и сувениров. Посетители смогут заказать профессиональную чистку или сдать свое старое ювелирное изделие и обменять на новое. Ежедневно гостей ждут интересные конкурсы и возможность получить приятные сюрпризы. Каждый день мы разыгрываем тур на Красную Поляну и большой ассортимент ювелирных изделий. А также наши компании-партнеры готовят для вас также сюрпризы в последний день. Те люди, которые приобрели у них на стендах свою продукцию, получат от компании «Севен Даймонд», тур на двоих в Марокко и от компании «Дон Ювелир» их ювелирные изделия. А вот сами компании-производители поборются за звание лучших в семи номинациях. Оценивать продукцию будут эксперты ювелирной индустрии. Двери выставки номер один «Интер-ювелир» открыты с 20 по 25 июля в отеле «Жемчужина» с 10 до 20 часов. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». На выставке «Интер-ювелир» свою продукцию впервые представила сочинская компания «Ефитко». Она предлагает эксклюзивные ювелирные изделия ручной работы. Браслеты, колье, кольца, серьги и подарочная группа из серебра с драгоценными камнями станут приятным сюрпризом даже для самых взыскательных клиентов. Мастер компании «Ефитко» состоит в Союзе художников декоративно-прикладного искусства России. На рынке ювелирной индустрии он работает только три года. Но за этот короткий срок авторские изделия сочинского ювелира были оценены по достоинству ведущими мировыми экспертами в Германии и Швейцарии. А на выставке в Санкт-Петербурге его коллекция завоевала второе место в ювелирном эксперименте. Это необычные красоты кольца бабочки из золота, россыпи бриллиантов и титана, а также кольцо платиновый слон. Эксклюзивные изделия выполнены по эскизу супруги мастера. Это последний писк ювелирной моды, работа с титаном. Очень сложная работа, выполняется только вручную. Мы работаем с клиентами индивидуально и воплощаем их мечту в жизнь. Делаем эксклюзивные для них изделия, которые они могут прийти, заказать. Мастер-ювелир работает с белым и желтым золотом, 750-й пробы, платиной, титаном и серебром. Готов воплотить в жизнь самые разнообразные задумки клиента и сделать уникальные украшения на вкус заказчика. Познакомиться с продукцией компании Ефитко можно, посетив стенд на выставке. Или по телефону 8 988 237 42 45 и 8 918 100 24 62. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.